Похлопайте, кто любит спать, кто любит спать, я очень люблю спать, спать это, наверное, мое любимое занятие, и я не выспался ни разу в жизни, кажется, потому что образ выспавшихся людей мне навязала реклама кофе, где они такие, яааа, как будто, блядь, вообще не ожидали, что проснуться, типа, ни хера себе, еще один день, а врачи сказали, терминальная стадия, вот это да, где честная реклама, где чувак просыпается и какашки из глаз 3 часа такой, блядь, матерейца, знаете, я люблю спать, особенно спать днем, знаете, типа, так, чтобы прям слюни на подушку, знаете, чтобы проснулся и пол ебла, как у утопленника, знаете, вот так, разбухло, я смотрю на себя в зеркало, думаю, бля, у меня рак бодрости, точно, у меня рак бодрости. Я вам докажу, что спать это самое лучшее, что есть, есть даже такой вид порно, знаете, где человек спит, а рядом люди ебутся. Видели? Я, моя любимая порно, я включаю и дрочу на того, кто спит, блядь, потому что, потому что он получает удовольствие, понимаете? Я прям люблю, не просыпается еще. У девушки одна здесь, другая на голове, у него она вот так вот. Вообще, я не знаю. А спать сейчас не престижно, вот в чем проблема. Сейчас, блядь, у всех продуктивный день. Сейчас у всех, все сейчас обсуждают проекты. Видели? Все проекты. Как вы заебали меня, если честно. Вы встретились с Лешей, обсудили проекты. Вы не работаете, блядь. Суждаете проекты. Мне из-за вас пришлось загуглить, что это за хуйня такая, эти проекты, что вы там обсуждаете. Нельзя сейчас приехать на встречу одноклассников, и все такие, у меня бизнес, у меня проекты. А я такой, а я спал до полчетвертого, блядь. И бывшая такая, блядь! Могла же спать рядом, блядь! А я такой, пиздуй, обсуждай проекты. Давай. Проекты. Меня раздражают люди, которые пытаются забрать у меня 7 минут жизни. Подходят и такие, блядь, мне сегодня такой сон приснился. Я летал на кошке с лицом нашей матери. Я всегда говорю, а, это к смерти, это к смерти. Мне бабушке такое приснилось, и она умерла. Я ее убил, потому что она меня заебала, так же, как ты. Первый лайфхак, чтобы не просыпаться, батя показал. Я его будил как-то раз. Он говорит, Серега, дай 5 минут, я сейчас сон досмотрю. Думаю, ты чё, блядь, у тебя там чё, DVD, блядь, ну, да чё? Ты вернешься, нажмешь на play, сядешь на кошку, блядь, с лицом нашей матери. Полетаете. Помните сказку «Спящая красавица»? Помните? И я не хочу сейчас докапываться до сказки. Просто один нюанс можно было учесть. Она же спала очень долго, верно? А он ее пришел, принц поцеловал, она такая «Привет», и они уехали. Но она же долго спала. У нее, скорее всего, изо рта пиздец, как воняло. Это надо было учесть. Я ночь сплю, блядь, с людьми не разговариваю до душа. Я однажды проснулся, жене говорю «Доброе утро», она заболела, на работу не пошла, блядь. Ну, прикиньте, а он ее на коня посадил, блядь, едет и такой «Блядь, это от коня или от нее, блядь, а?» Она еще ему все сны за тысячу лет, блядь, тра-та-та, блядь, тра-та-та. Плетала на кошке, блядь. Я еще, ну, спать днем — это, наверное, чудо чудесное. Спать днем — это лучшее. Мне не понимаю людей, которые говорят «Я не люблю спать днем». Ты просыпаешься вечером очень уставший. Конечно, ты уставший, скоро ночь, пора спать. И че? Субтитры подогнал «Симон»